Не глядя на относно невеликий термин работы, мемориальный комплекс «АЛА» в Светлогорском районе користается популярностью. Сегодня его наведали представители аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий. Наши корреспонденты поцикавилися уражениями одобаченого. Официальный мемориальный комплекс «АЛА» открыли в червяне этого года. Хоть первые туристы начали наведывать его еще на начале мая. 13 сотрудников, аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий, приехали сюда в першиню. Абы Яковым, сдается, не застався никто. Уреште тяжко стремать эмоции, коли экскурсовод рассказывает об троеде 1758 человек, яких у студени 1944 года нацистские карники на этом месте спалили и расстреляли. Не пошкодовали навод 950 детей. Хоть дорослые вельми просили об этом. Мы смотрим здесь и чувствуем, как люди страдали и как это у вас в память, белорусские люди, как они вспоминают все эти страдания от этой войны. Я честно, как мы зашли туда, ну, немножко и хотелось плакать. Мемориальный комплекс Аллаха – это помник усим населенным пунктам Гомельской области, которые были снижены на окупованной территории. 1452 везки, 51 из которых так и не отродилась, была спалена разом с усими же хорами, безвинными охвярами карных операций. Дипломаты – переконаны. Об этом необходимо память. Грустно и трагично, и накатывает на человека впечатление, потому что память о войне живут во всех народах, которые пережили эти трагические события Второй мировой войны. Единственный способ показать трагедию и преступность войны и войн – это сохранять такие комплексы. Поэтому это впечатляет, и я считаю, что это нужно и надо делать. Это очень впечатляет. Сохранение памяти о страшной войне, в которой обе наши страны участвовали, это достойно уважения. А такие комплексы, ну, наверное, должны быть и стоять века. Вот, что я по этому поводу думаю. Конечно, это очень трогательно, это волнительно. И такого больше повториться не должно. Наведывание мемориального комплекса «Ала» завершается хвилиное молчание и ускладанием кветок до братской могилы. Разом с мирными же хорами тут похованы амальп 500 загинувших червонармейцев. Даже на мемориальных плитах выбитые только их прозвищи. Что тычется именам вязковцев, Яны заразу докладняются у архивах и будут увековечены на специальной плитея при увоходе у мемориал. А прошу того, в перспективе, побачь, плануется открыть яши и невеликий музей. «Ала» – это всенародное место памяти. Приезжают сюда с семьями, с детьми, для того, чтобы показать своим детям, своих внукам и рассказать о тех событиях, которые здесь происходили. Потому что, на мой взгляд, это очень важно. История, подобные истории не должны повторяться. И подрастающее поколение должно знать о тех ужасах войны, которые происходили на нашей земле. Олег Сентюров, Марина Джала, Йогин Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.